Крыська! Иди ко мне, макар, макар, макар. Грызуны одолели настолько, что жители пытаются с ними подружиться. Это, конечно, нотка юмора, людям не до смеха. На протяжении трех месяцев они вынуждены делить свою жилплощадь, придомовую территорию с крысами. Они у нас по двору ходят, спокойно гуляют. У нас здесь гараж. В гараже у нас помещения коммерческие. У них мусорка, я не знаю, почему так близко к нашему дому она находится. То есть грызуны ходят сюда, как в ресторан у них. Вот машина красная, я лично снимала, высылала видео. Под ней посидел, моську помыл и пошел в ресторан дальше питаться. Сейчас похолодало. Грызуны ушли греться в подвалы, отмечают жители. Но как только теплеет, они вновь идут обедать в ресторан. Барнаульцы писали претензии управляющую компанию «Взлетная», которая обслуживает здание с коммерческими помещениями с просьбой потравить грызунов. В ответ – тишина. У нас большой многоквартирный дом, проживает большое количество жителей, в том числе очень много детей, животных. Крысы являются переносчиками инфекций, они оставляют экскременты. Соответственно, животные прогуливаются, все это разносится по подъездам, по квартирам. Реакции вообще никакой нет. Жители обратились за помощью в Народный фронт. Общественники взяли проблему на контроль. В Народный фронт поступило обращение граждан по поводу нарушения правил санитарии, наличия грызунов. Это жители дома «Взлетная-97». Рядом находится пристройка дома «Взлетная-99». Там есть ряд торговых организаций, ряд складов. И, судя по всему, место распространения мышей, крыс, что граждане видят. Народный фронт направил обращение в Роспотребнадзор, для того, чтобы разобраться в этой ситуации и держать ситуацию под контролем. Жители дома на «Взлетной-97» тоже направили письмо в Роспотребнадзор. Сейчас готовят обращение и в прокуратуру. Как долго грызуны будут вести себя вольготно и притеснять горожан, узнаем после всех проверок. Но пока жителям ничего не остается, как вспомнить фильм «Мышинная охота» и попробовать самим вступить в схватку с грызунами. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.